Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! У администрации Гомельской областной клинической больницы кажутся, что этот год для установки был довольно поспеховым. Некоторые месяцы тому, например, открыли сучастное отделение хирургии позвоночника и дорамонтовали некоторые отделения у дитячего корпуса. Теперь у вас операционный блок с обстановлением опошенного поколения. По словам керавництва Гомельской областной больницы, для завершения у всех запланованных работ спотребится еще к лет двух годов. Необходно протягнуть ту же реконструкцию дитячего корпуса и привести его в ответственность за европейскими стандартами поликлинику. Хоть и тем, что отремался зарабить за пошлий час, уже можно гонориться. Той же открытый операционный блок, хоть и лечится адрамонтованным, а лепа сутности – это совсем новое отделение. За 8 миллиардов бюджетных рублев, но были обстреливания, аналоги, якому у Беларуси можно перелечить по пальцах одной руки. Лапароскопичная стойка, например. До этого таких у республиции было. У тебя две. Те операции, которые мы проводим в брюшной полости, без скальпеля совершенно, без шовного материала, сокращаются после операционного периода, буквально после удаления желудочного пузыря. Больной может быть на следующий день выписан. Преимущество очевидное. Это сегодняшний день нашей хирургии. Раньше говорили большой хирург, большой разрез. Сейчас уже этот термин нашел в прошлое. Усе работы по реконструкции проявились уже за один год. До статково степлые термины тумачатся необходностью оказания медицинской допомоги на больше высоким узровнем. Сегодня у Вогули прикладнокожная десятая операция, якая выконывается у Гомельской областной клиничной больницы, относится до высокотехнологичных. Во-первых, эта лечба может повеличиться, тем больше, что прича оказания экстренной и плановой допомоги же храм Беларуси у Гомеля планует больше активно заниматься так само экспортом медицинских послуг. А тому уже в день открытия нового операционного блока у администрации оглушиваются планы по его дальнейшим оснащениям обстоятельствами высшедшего класса. Есть планы развития доукомплектования еще операционного блока, но пределу совершенства нет, поэтому будем внедрять еще новое оборудование в этот операционный блок. Сейчас база создана, поэтому есть куда внедряться. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». Сегодня представники белорусской энергетики означают свое профессийное свято. Менавито от их працы залежит бесперебойная праца промысловых предприемцев, школ, больниц, тепло и утульность любого дома. А в кончатковом вынику – якость життя каждого человека. Что сегодня с собой являет Республиканская унитарная предприемство «Гомель Энерго», с какими выниками и перспективами оно подошло до своего свято, в материале наших корреспондентов. Это главный диспетчерский пункт «Гомельской энергосистемы» – центр оперативного кирования. Подобных пунктов в Гомельской области наличивается несколько, а от сельсетки разыходятся на десятки тысяч километров. В целом в системе Республиканского унитарного предприемства «Гомель Энерго» сегодня працует около 8,5 тысяч человек. Минавитах эти люди забеспечивают бесперебойное электро- и теплозабеспечение усюю Гомельской области. Вот в это здание я пришел в 1978 году инженером в эксплуатационную службу. Я работал несколько лет в электрических сетях, 15 лет я проработал в центральной диспетчерской службе. Ну и вот с 2002 года заместитель главного инженера. Гомельская теплоэлектроцентраль номер один была уведена в эксплуатацию еще в 23-м году минулого ста годзе. Сегодня же Республиканское унитарное предприемство «Гомель Энерго» – это складанный технологичный комплекс, который включает электростанции, котельные, трансформаторные подстанции. Протяглость только тепловых сеток, складая о малей 800 километров. Линия же электропередача розной могутности распростерлися больше на 30,5 тысяч километров. Развивалась не только Гомельская ТЭС, развивалась вся система. И вот за этот, в общем-то, в масштабах, скажем так, человеческой жизни, короткий промежуток, изменения настолько серьезные, причем, скажем, не только в усложнении или изменении элементной базы, оборудования, а профессиональные качества людей, точнее, образовательный уровень, профподготовка выросли настолько значительно, что я вот даже с трудом вспоминаю, как у нас справлялись люди со средним образованием, семью классами я вот встречал людей. Сегодня даже на рабочих должностях работают люди с высшим образованием. До своего профессийного святого «Мель Энерго» подошло с достойными выниками. За прошлый год были выполнены все основные показчики. Коллектив спрацовал без сбоев, а кроме того, подыходит до конца реконструкция Гомельской теплоэлектроцентрали номер один. Это серьезные объекты, которые в финансовом, так и в техничном плане. Уведение их в эксплуатацию даст макшимость значительно повысить экономичность энерговыгрызания. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». Сегодня в областном объединении профсоюзу отбылся две подеи, які тышатся молодых людей. Теперь при этой организации будет працовать Молодежный совет. А про того, в этот день урушены еще около 40 посвященников профсоюзным стипендиям. Урушение профсоюзных стипендий в Гомельской области пошлося ровно 10 годов тому. За этот час отповедные посвящения отрымали крыху больше, как одна тысяча студентов в НУ, наученцев средних специальных установ, а так само спортсменов, которые рыхтуются в профсоюзных спортшколах. По словах керавництва объединениях, этой стипендии можно лишить признанием первших досягнений у молодых людей у громадским житти, а так само подрымкой их планов. Профсоюзный стипендия 2015 Андрей Стешиц, например, мараць, стать ведомым оперным спеваком. Я думаю, что в этом направлении очень надо работать. Вот сейчас был оперный конкурс в Минске, проходил в оперном театре. И очень представлена международная программа. Много детей приехало, именно участников, которые разносторонне показали себя. Я думаю, что именно культура, именно классическое пение, музыка, она живет именно с такими проектами, с такими конкурсами. Я думаю, что профсоюз этому содействует. С 25-го снежня Гомельская ДАИ пошне працавайте во узмоцененном режиме. Основная увага супрацовников будет нададена деньням пешеходов на дорогах в области. Об этом рассказал наместник начальника ДАИ УЗ Гомельского обл. Ваконкама Андрей Гаркуша. Паша с программы задай пытание уладе на хвалях радует Гомель+. За 11 месяцев этого года зафиксовано около 500 дорожно-транспортных здоровьев, у которых загинуло 89 человек. Это значительно меньше в минулом году. С начала года на дорогах в области затримано больше за 3500 автоматов, которые находились в стане алкогольного опьянения. По вине таких водителей загинуло 18 человек, 67 отримали подшкоджение разной ступени тяжкости. Из опыта прошлых лет нетрезвые водители дают о себе знать в эти новогодние праздники. Поэтому в первую очередь, конечно же, еще будет обращено на это внимание. Протягиваем выпуск. Перед новогодние мероприемства у разгары. Доголовных зимовых святов зараз рыхтуются во всех кутках нашей краины. И, как понятно, за особливой нетерпливостью шкаются Новый год дети. Повиншовать выхованцев лицея при Гомельском инженерном институте МНС завитал министр по надзвышайных ситуациях Республики Беларусь у Владимира Вашенко и проставники областных управлений. Как сустракали гостей у лицея, расскажет Марина Северянова. Снеговик и подорожа под шасси, леенды стражитной Греции, баль у Наполеона, фиксики и смурфики. Мини-спектакль, организованный выхованцами лицея у спальных корпусах, отримался неординарным, веселым, по-заправдному святочным. А припевки, которые склали и выконали хлопчики, не только развеселили гостей, а и примусили задуматься. Бо у их наученцы с гумором, але все ж таки поскарделись на недохоб дискотек и лишек в учебы. Корональным было и тое, як дети, большость з яких сироты, имкнулися, каб их выступление сподобалося гостям. Это уже стало такой доброй традицией, все об этом знают, все об этом готовятся. Есть возможность пообщаться руководителям областных управлений с ребятами. Они новогодние подарки им привозят. Новый год – это детский праздник, и это нравится, и сами ребята готовятся. И вот то, что до этого мы смотрели в спальных корпусах – это их инициатива. Взрослые помогают, но делают, или вы видите, все дети. Передновогодний огляд-конкурс по упрыгоживанию спальных и учебных помешканий у лицея проводится что год. Не глядя на то, что новученцы – только хлопчики, господарливости в этой творческой справе им, как оказалось, не займать. Как и мкнение досягнуть высоких выникал в учебе. До речи, процент дальнейшего поступления лицеистов в высшие навыкшальные установы – амаль стопроцентные. Мы с удовольствием отмечаем, что практически более 90% поступают в высшие учебные заведения. Большая половина из них, конечно, в учебные заведения министерства по ситуации. Но мы не ставим самоцелью только в наши учебные заведения, хотя приветствуем это. Молодые и перспективные – это как раз в лицее при Гомельском инженерном институте Министерства по надзвучайных ситуациях. В установе пошелся год другие десяток, но выники научной и выховавшей деятельности тут серьезные. И только на период новогодних святов керевництво лицея с чистым сумлением на первое место ставит не интеллектуальную працу, а сюрпризы и цуды. Марина Северьянова, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». За доходящим Новым годом сегодня поменьшовали выхованцев Гомельского городского центра коррекционно-развивающего научения и реабилитации. Администрация установы разом с больничными клоунами «Фанни Нос» сделали справедливые святы не только для детей, но и для их родителей. Интересное представление – Гульний Дед Мороз и Вядомаш Клоуны. Зараз у центра коррекционно-развивающего научения и реабилитации с педагогами займаются каля 70 детей, які маютю гэтым потребу. В атмосферу свято трапляешь ященне переступивши парох установы. Упругоженный фасад будинка и елка для ухода. У фойе выстава работ на ученце. У актовой зале так само отповедны настрой новогодние оформления и дети у карнавальных костюмах. Сегодняшний праздник удивительное для нас событие, потому что сегодня собираются все наши воспитанники. Сегодня здесь родители, которые иногда не могут присутствовать на других праздниках. Больничные клоуны Фанни Ноус показали спектакль «Клоунские сны». Рассказывают, что историю клоуны не вымовляют с него одного слова. Трапетти у сны допомогают тени, жесты, музыка и гульни. Такая интерактивная подача робит тое, что отбывается на сцене с разумелым кожному. Раньше мы придерживались традиционной формы выступлений. То есть, если мы говорим про Новый год, то это какие-то текстовые спектакли. Сейчас мы стараемся отходить от этого. Мы практически не используем текст, практически не разговариваем. Мы используем музыку, мы используем тени, мы используем шары, реквизит. И это какой-то такой интерактив, который позволяет, наверное, достучаться до каждого ребенка. «Клоунские сны» вперед новогодних и колядных святов бачат маленькие пациенты медицинских установ Гомеля, так само выхованцы школ-интернатов. Усяго больничные клоуны «Фанни Ноус» плануют еще коля 15 представлений. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Шмать сюрпризов напереды дни новогодних святов подрихтовала творчая группа телеканала «Беларусь-Шатыры». Сяруты их программы с цикла «Добрый вечер, Гомель». На этот раз гость туда и человек по-соправдному уникальный. Створальник одиного у святы Таатра Кошак, якому у концы 2015 года спаўняется чверць тагодзе. Народные артысты России, створальник школы Дабрыни Юры Куклачоу. Годинный эфир – это не просто творчый вечер артыста, а это мини-працтаўление. С яго, глядаш, доведается про дятсинство, становление будущего су свет навядомага клоуна и сегодняшнее житё Юры Куклачова. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёня у 19 годину эфиры «Беларусь-Шатыры». Новины регионы и информацию о проектах Телерады компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернеті по адресі www.tvgomel.by. На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова